Вы, наверное, видели там новость, что Духовное управление объявило о том, что Хазан Бас Масе сделал шрифт, бесплатно его опубликовала. А было ли для булгарских и татарских памятников характерный какой-то шрифт твой выработался или это были классические шрифты использовались? Мне бы булгар шарутошларында негізді куфи стиліндеге. Ол енді мусульман динясының ұрта-азия традицияларының байланышы нықлығын селеп тиратырған куфи. Нұшуның біленбірге енді көресің язма традицияларды байту, яғни қағазге язу, құл язма язу традицияларының кишау біленбірге. Енді куфи стил әкінлік түшіп қолабара, аның ұрына қарутошларының боли, зүкіргіліонның дейбер, куфида біраз ішпішмаклы форма дара бейділді шыльяғында. Онларын бұл полиографик білгілер қақында селегенде, әйтек шушу қайрынбір қарутошларының астына үшініқталар көйу, бір нұқта, үшініқталар көйу традициялар бар. Әйтек сының үшініқтасы ек, бетінде традиционар вариантда. Әуіл бұл қар шырүші таушыларында, әм қазан қымдары шырүші таушыларында әйтемілдерді шушыңдей традицияның болуы көріне. Сы астында да үшініқталар үрі астында бір нұқта, үшінің мұқтасы ек, әйімі, әм бұл башқан елердеде. Эта традиция, в первую очередь, эпиграфисты, тексты, татуировки и татуировки. Мы не знаем, что мы не знаем, что мы не знаем. То есть, если мы не знаем, что мы не знаем, что мы знаем, что мы знаем. Но в каких-то регионах складываются свои школы изготовления этих памятников, отличаются условно Оренбургс и Камни от Казанских и Туденгских? Ну да, здесь надо добавить еще что-то, помимо вот этой куфической традиции, которая перешла уже в такие стили восточные классические, как это бедное написание Насхам, и это было связано вообще в целом, связано с традицией, с исламского искусства, когда нельзя было изображать людей или животных. И все равно творческое начало этих авторов выражалось в виде, они как бы реализовывали или сублимировали этот узор, закрученный формат, который сейчас нам очень трудно прочитать. То есть иногда некоторые камни, скажем, метровые высоты, они испещрены буквально текстом, который наложен друг на друга, и это практически прочитать невозможно иногда, и очень трудно. Ну это как бы такой верх уже этого искусства. Конечно, школы были свои, и Казанская школа была, и Каргалинская школа была, и это связано с отдельными мастерами, которые там находились. И вот эти мастера, Катибы, они часто указывали, свое имя оставляли, имена сохранились, да, и поэтому, когда мы изучаем эти могильники-памятники, мы стараемся обязательно тоже обнаружить сбоку, где-то бывает внизу или сбоку, именно эти имена, там пишут Катиб такой-то, такой-то. И это очень тоже важно. Ну и просто видно сразу, что любительское изготовление эпитафи, это когда, ну, не было возможности, ну, какие-то вот люди хотели тоже поставить себе памятник, скажем, но не было средств там, или не было возможности камень добыть, да, подходящий, и просто изготавливались подручные материалы, и какой-то местный мула достаточно так вот грубо делал эту надпись, и это сразу видна разница. То есть рука профессионала там видна, и это, конечно, должен быть специалист своего дела, и это сразу видно. Ну, тоже, как я уже сказал-то, вот в процессе у нас идет пока остановление-то эпиграфическая наука, и мы вот сейчас собираем материал, и надеюсь, что вот через какое-то время мы уже сможем уже определять, когда достаточное количество материала соберется, что это каргалинский стиль, или казанский стиль, там, оренбургский стиль, или еще какой-то, потому что вот мы видим, что в некоторых кладбищах установлены, установлены, допустим, памятники на могильные камни каргалинского стиля, да, то есть это видно, что заказывали в Каргалы. То есть это, несмотря на то, что расстояние были большие, это могло быть и до тысячи километров, некоторые расстоятельные люди заказывали у каргалинских мастеров, возможно, еще при жизни они заказывали себе памятники, возможно, после смерти их наследники заказывали эти памятники, и доставляли их очень, ну, они тяжелые, ну, такие расстояния, или из Казани заказывали, допустим, в районах Татарстана очень много памятников, которые изготовлены казанскими мастерами, это тоже было непросто доставить в свое время, ну, это как бы был показатель, да, показатель, вот, состоятельности человека, да, он должен был и при жизни, вот, крутым быть, да, быть, показывать свое состояние, свое положение в обществе, и после смерти тоже об этом, вот, окружающие не должны были забывать тоже, вот, проходя мимо этого памятника, и часто на этих памятниках было, тоже обязательно было сказано, что те, кто, вот, проходящий, это обязательно, остановись и прочти молитву, вот, в моей память, да, то есть, это вот, всегда, вот, вот, это обращение было, то есть, они, я в Болгольском видел, что прочитай Фатиху, это рихвакция, да, там, да, такого типа, ну, и вообще, в основном, Фатиху, да, хотя бы, прочитай Фатиху, не проходи мимо, то есть, это вот, обязательно, это часто тоже встречается, особенность тоже татарских, вот, вагинных, то есть, вот, сами функционально hears до вас, стороны. И на одной стороне лицевой, значит, про самого человека информация, на другой стороне на обратной оборотной это могла быть его супруга, допустим, или дети, да, потомки. То есть вот ради экономии, возможно, вот, используя к бокам какие-то изречения из Корана или стихи могли быть, или сзади мог быть, допустим, завещание, размещено какой-то отрывок из какого-то произведения, вот, восточного или из Корана. То есть вот памятники – это большой источник информации, очень важный. Вот у вас еще вышла тоже монография в прошлом году, четыре монографии по памятникам в Башкирии, да, и она даже, я так понимаю, шум там в Башкирии был… Шесть книг нужно. А, шесть книг. Да, ну вот, и там кто-то чуть ли не в суд собирался подать на авторов этих памятников за то, что якобы присвоили башкирское наследие. Вот вопрос, а как вы делили это башкирское произведение или татарское? Ну, во-первых, они написаны на татарском языке, да, то есть там никакого башкирского языка нету. Конечно, сейчас, ну, если взять Башкирстан, они не употребляют слово татарское язык, они называют это средневековой тюрки… Павловской Тюрки. Павловской Тюрки или Старо-Башкирстан. Средневековой Тюрки чаще всего, то есть, когда говорят средневековой тюрки или Павловской Тюрки, значит, это речь о татарском языке. Но это татарский язык, и никуда не денешься абсолютно, и поэтому мы, конечно, называем это татарским эпиграфическим памятником, опираясь на язык, на котором написаны эти эпитафии. Ну и потом, если мы посмотрим, где эти памятники находятся, сейчас это, да, республика Башкорстан, но это ареал проживания татарского населения всегда был. Поэтому, естественно, что памятники, установленные татарам, там находятся. И потом это связано еще и с культурой, скажем, проживания, оседлок культуры, да, то есть кочевые народы и племена, они не ставят памятники. Это мы только по тюркскому периоду знаем, и то, это речь идет о тех государствах, тоже оседлых государствах идет, которые, население жило оседлым характером, жили, не перемещались с одного места на другое. И здесь вот вопросов вообще совершенно нет, конечно, но при желании всегда можно найти, конечно, какие-то причины. Причины, да, чтобы, если есть, как говорится, главное, чтобы человек был, кстати, найдется по такому принципу. Ну, здесь по кубнику основания нет совершенно, конечно. Понятно, что есть проблемы в Башкорстане, нужно сейчас как бы свою историю создавать, да, она на чем-то основываться должна, на каких-то источниках. Не всегда своих источников хватает, да, сугубо башкирских. Поэтому вот там очень все это полезно. Но сама ситуация уникальная, что из Казани люди приезжают, пишут, что есть книг про эпиграфии, которые находятся на территории Башкорстана, где есть свои научные центры. Они, наверное, тоже должны как бы были эту работу сами проделать, нет? Ну, да, пожалуйста, мы же не против абсолютно, если кто-то, допустим, Чуваши занимается изучением местных на Магин-Казани в Башкорстане, своими, по-своим изучает, мы совершенно не против. Там есть у них специалисты, их не так много, они издают книги, и мы в курсе тоже, и мы их видим, изучаем. У них своя интерпретация всех этих текстов, конечно. Вот поэтому, опять же, речь идет о том, что почему мы заново, снова и снова изучаем те же самые памяти, которые были изучены. Потому что есть, скажем, субъективизм есть определенный, да, когда человек влияет на исследование, скажем, особенностей, характера или работы, или другие какие-то причины отдельного человека, да, то есть по-разному могут прочитать эти камни. Его взгляды какие-то, вплоть до политических, религиозных и так далее. Мы его стараемся беспристрастно, мы ничего не искусственным, не натягиваем, не придумываем, мы стараемся прочитать то, что есть, и дать как есть, что бы там ни было. Если, допустим, вот где-то из каких-то камней мы увидим, что там, допустим, Низба будет, или Тахалу с прозвищем Аль-Башхорди, допустим, да, мы обязательно это укажем. Мы не будем переделывать на Ат-Татари. Мы это не избегаем. Хотя, вот если взять вот эту книгу даже, тут пока мы встречаем только Ат-Татари, Низбу. И они такие тоже встречались, это тоже вот особенность. Здесь тоже в двух памятниках. Да, в двух памятниках есть, это тоже вот эти споры, которые уже длятся очень много лет, между булгаристами и татаристами, да, вот, пожалуйста, вам вот, памятники булгарского периода, там и вот два захоронения людей, которых прозвище были Татарии, да, то есть, уже в то время, то есть, когда говорят о том, что этноним Татары появился только при советской власти, там, Ленин придумал, да, Ленин придумал, вот, пожалуйста, там есть. И вот таких очень много фактов, это источник, это очень важно. Вообще, здесь надо еще раз добавить, что гуманитарная наука, это у нас привыкли воспринимать, как какие-то абстрактные рассуждения, да, и каждый во что гораздо рассуждает и трактует те иные события. На самом деле, это очень точная наука, которая опирается на источниках, на материалах, на артефактах. И вот один из источников, это вот эпиграфика, которая позволяет нам, ну, много стирать белых пятен. Есть какие-то характерные часты для памятников, которые в Башкирии шесть выпусков вы уже сделали, анализ какой-то делали, чем они, как бы, выделяются? Негиздя, Башкиристан территориясиндеги элегитаршлар, алар шушу бұлгар шерларынан келген тотар эпиграфик традиционный дэвамшанлыгы дэвушинде формулашканлар. Аларда, айтик, шушу бұлгар шерларын, бұлгар шерларынан, ташларынан, ықшамаған, ягни, алардан бетінней ойырлып тиратырған ташлар, андей, источниклеріне біз көрмадик. Икіншиден, элеги территориаларда, бұлгар шерларын, алтын олта дөллетінің бұлгар улысына қораған ташларда бар. Айтик, мина, шешма территориясинда. Біз бірінші аташыны, мина, бұл кетап қада кірттік. Олар бүгінде тұралар, исен саулар. Яғни, бұл татар сибіліп кешаған ареалыны, екінші яқтан көрсетіп тұратырған бір фактта деп қабуытырая керек. Ол бүгін нендейдер бір географик үлішілерде қолған. Ол шерларда бұлгар да өлтінің ешінде жерлерінде қойылған ташлар. Ол ташларына татар эпиграфик традициясынан ойырлып тұратырған ташларды бұл ұлтінің ешінде жерлерінде қойылған тұратырған ташларды бұл ұлтінің ешінде жерлерінде қойылған татар ташлары. Понятно. Ол Nations Kadribery 형ен тұратыз Maya ұлтқұл барады жерлерінде қойылған ташларды бұл ұлттқұның дәрде жерлерінде қойылды. Инің тұратыз қалымдарар ерліп бұл қолған таштарын. Вы много ездите за пределы Таштана и России, про Иргизию упомянули. Есть какие-то уникальные памятники, которые Вы нашли во время выездов и экспедиций? На самом деле, громко говорить надо, что мы много ездим. Мы только начали эту работу в рамках различных программ. Были пока в Узбекистане. В Кыргызстане большое внимание уделяем письмам, наследию, работе в архивах, библиотеках и в Казахстане. Попутно изучаем эпиграфику тоже. Это комплексная экспедиция, можно назвать. Что касается Узбекистана, мы ожидали большего, потому что традиция этих могильных камней характерна для Средней Азии, особенно для Узбекистана. И вот эти турба, эти мавзолеи, и суфийских различных шейхов там очень много. И этим лидерам, авторитетам, как на Хажбанду, допустим, там это святые места, которые туда стекают очень много народу. Ну вот татарские оказались, что там не очень богаты на татарские могильные камни. С чем-то, не знаю, с чем это связано, но мало что сохранилось. В основном советского периода, и поэтому древних камней там практически нет. Один, два, может быть. Вот мы их старались зафиксировать, конечно. И вот что касается Кыргызстана, там, да, то есть, как мы уже сказали, последнюю поездку мы практически весь Кыргызстан объехали. Около 50 камней зафиксировали, более-менее, которые схородились в хорошем состоянии. Татары там играли большую роль, и мы знаем, что вот мама Ченги Зайтматова известна татарской писатель, она была татаркой. Как раз вот из рода вот этих просветителей татарских, да, которые прибыли в Кыргызстан в конце 19-го, в начале 20-го века. А как фамилия у них была? Ну, сейчас я вот не вспомню прямо, то есть она известная, да, и мы побывали на ее могиле, надали дань, прочитали Дага. Да, и есть улица имени матери в городе Караколе, по-моему, если я не ошибаюсь, мы это все видели. То есть, их там очень уважают, и татар уважают, поэтому там все это сохранилось, сохраняется, и сейчас татары тоже играют очень важную роль. Ну, в Казахстане больше, конечно, особенно вот в тех районах, которые сопредельны с Оренбургом, с Троицком. Татарские Слободы. Татарские Слободы, но там мы еще планируем еще работать, пока вот у нас отработан Узбекистан, Кыргызстан, но в будущем, вот еще мы планируем, конечно, в Азербайджан поехать, и другие республики среднеазиатские, ну и дальше, где это возможно, где сохранились татарские на могиле памятники. В итоге, вот как бы программа Максимум, такая задача, это вот свести все вот в единую базу, каталог, который вот и в электронном виде, на площадке нашей будет размещаться miras.info, и бумажный виде, вот в виде этой серии будет издаваться. И, конечно, мы не сможем сохранить эти памятники, да, но хотя бы зафиксировать их. Потому что вот часть, например, вот в этой книге, да, которую мы представляем сегодня, ведь утрачена уже часть памятников, но благодаря тому, что когда-то они были зафиксированы нашим предшественникам, мы их тоже даем, да, и вот наша задача зафиксировать по максимуму, потому что важен сам памятник, конечно, да, как эта часть истории, но не менее важна информация, которую несет этот памятник. Вот наша задача фиксация сейчас, в данный момент, и вот мы над этим работаем. Очень много еще работы по Татарстану, по соседним регионам. Мы были в Самаре, в Саратове, других, ну много где работали. Сейчас вот, например, наш один сотрудник в Чувашии работает, да, потом будет поиск экспедиции в Пензенскую область. То есть это постоянно идет. Мы сами планируем потом специализированную экспедицию в этом году совершить в Троицк, где на родину Расулова. У нас был план Екатеринбург, тоже в ближайших планах. Касимово обязательно нужно, конечно, отработать. Ну, в общем, планы большие, если будет возможность, и здесь надо еще обязательно сказать, что все это было бы невозможно, если бы не было поддержки стороны государства. Есть определенная программа государственная, сохранение идентичности, в частности, да, программа, которая дает нам хотя бы небольшое финансирование, но это финансирование позволяет нам совершать экспедиции, фиксировать эти памятники и потом этот результат реализовывать в виде книг и информации на сайте нашем. Продолжение следует... 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 и по трое здесь в нашем центре это мозговой штурм проводим, мы часами сидим, пытаемся шифровать какой-то коллективную работу и другим тоже специалистам обращаемся, это большая работа отдельная. Поэтому мы только пока можем предположить и не исключаем, что будто открытие еще в будущем, когда мы начнем уже углубленно работать над этим материалом, как мы сейчас подготовили, когда готовили книгу, мы сделали для себя очень много открытий, на самом деле. Потому что мы заново все это переработали, мы сделали очень важные, мне кажется, выводы. И то же самое будет касаться и остальных материалов. Пока мы фиксируем, пока собираем. Вот это самое главное наша задача. То есть огромное количество материалов, его надо будет проанализировать, переработать, опубликовать. Да, материалов очень-очень много. К счастью, сохранилось очень много памятников, мы берем не все, мы как бы верхняя граница у нас революция 17-го года, 17-й год, но традиция на самом деле продолжалась, она еще в течение 10-20 лет, и мы где-то вот, интересно, если памятники встречаются, мы и 20-х, и 30-х годов тоже фиксируем. На самом деле мы видим, что вот эта традиция эпитафии на арабском языке, на арабской графике, она продолжалась вплоть до 70-х годов. И вот на кладбищах деревенских, сплошь и рядом, мы видим, что еще и в 60-е, и в 70-е годы эта традиция сохранялась, и там местные какие-то мулы, там или какие-то бабаи, они вот старались все равно писать, изготавливать эти камни, ну как-то придерживаться этих традиций. Ну вот у нас вот период начала 20-го века, и опять же мы не всех берем камни, а вот наиболее видным каким-то деятелям, известным или хорошо изготовленные, красивые камни благородные, потому что все невозможно. Есть вообще это физически... Ну, три человека не может, наверное, это сделать. Это физически невозможно, вот если так коротко сказать, это как происходит. Это старое кладбище, если татарское взять, классическое. Оно обычно расположено где-то вот окруженной речкой или ручьем, да, которое... Потому что татары старались, чтобы души покойников не смогли перейти через воду, и они как бы уже заповерили, уже это в болото превращается, поскольку там родственников уже нету живых, заросшие лесом, это вот фактически как джунгли. И там очень сложно ходить, и когда мы находим какой-то памятник, нужно обязательно, человек должен держать, отгибать ветки, да, чтобы мы смогли нормально сделать фотофиксацию. Мы также GPS-координаты снимаем, да, потому что и вот на сайте у нас это обязательно указываем, потому что те, кто захочет найти камень, чтобы они по GPS-координатам они могли найти. Снимаем со всех сторон, по многу раз, много кадров делаем, по 2-3 камеры. Если текст плохо читается, пытаемся тут же на месте прочитать, но буквально нащупываю, да, текст. Ну, еще один наш сотрудник, вот Венер Усманов, он художник, он иногда делает прорисовки, прорисовку вот на месте. То есть вот каждый камень отнимает очень много времени, поэтому фиксировать все подряд это невозможно. Наша задача зафиксировать в хорошем качестве, чтобы любой человек, который на сайт потом зайдет, он открывает его в высоком разрешении, в негативном изображении. Он сам мог бы сравнить, возможно, дать свой вариант какой-то прочтения. Бумажным вариантом. Да, бумажным тоже. Мы по максимуму стараемся отработать каждый камень, поэтому это занимает очень много времени. И нас вот трое человек только этим занимается. Причем у нас есть очень много других задач, помимо эпиграфики. Я хотел спросить про Миростат. То есть в 2020 году Вы сказали, что у Вас появляется. На какой стадии реализации этого проекта? Это программа транслитерации? Да. Без бу программа на шлеуне деуомитебес, камиле штрунде деуомитебес. Менда шапты техники, шапты читин и проблем за месселлер бары. Бегеректе автоматровожте на шлифтах. Потому что, в основном, в основном, первые революции стали снижевыми они должны были снижевыми. Мы сейчас по-другому, снижевыми. Потому что это чтобы он был не был. Мы были Он нашел его члены в аппарат, программы. В общем, в данном случае больше не было никаких проблем. Есть шучу, плохие проблемы. Ва sorte, под что-то происходит. Но мы решим, что мы обнаружили. Идем с моей амботами. — Спасибо,iano. — Вам было Clone réponse. — Я хочу показать, что когда я вместе прощался. Программа «Амира», что это официальная программа, она патентирована Роспатентом. Это тоже большой шаг. Она официально закреплена сейчас за Академию Новокреспублики Дарстан, прошла экспертизу. Но она пока на такой стадии, уже она как бы зафиксирована, как это продукт, уже патенцированный, лицензированный продукт. Но на самом деле его надо, конечно, над ним работать и завершать. И мы никогда не прекращали поиски финансирования дополнительных специалистов. Всегда об этом думаем. Но приходится заниматься разными направлениями. Всем занимается несколько человек, всем тем. Поэтому просто не доходят руки, физически времени не хватает на все. Но никогда не забываем, по возможности, базу данных наполняем, обучаем эту программу. Попадают в руки какие-то новые словари татарские, старые, дореволюционные. Стараемся заполнять. Эта программа, в принципе, она рабочая. Она не идеальна, но уже сейчас она рабочая. Нам хотелось бы, чтобы эта программа была идеальной. Перфекциониста, мы хотим, чтобы она была идеальной. Но не хотим полусырой продукт отдавать. И во всем, не только в этом, и во всех тоже. Ну да, ну вот «Жемчужина» про книгу, письменный памятник. Бо, бізнин «Духовный наследие, поиски и открытия» деп оталған серияның 12-ши шығарылышы, 12-ши китабы. Береге, біз идил бойы Былгар дәулетіне мінесебетлі, язма тексларыны, яны, құл язма характерындағы, әсәдләріне, біздің кіндерге құл язма характерында келіп ерішкен әсәдләріне топлап береге тұрыштық. Енді міне Былгар дәулетінде ислам дейінің қабылетінің, рәсмир ауышта, 1922-ши елді, рәсмир ауышта ислам дейінің қабылетінің 1100 елліғы бейраметті тұрында сөз шыққаш, біз енді институтта, бүлікті жиылып фикірләштік. Бұл мәселеді біз татар-ғумайынтар фәні тарафында нерсі тәрдем еті алағыз, ненде үшлі алағыз, ненде ердем тәрдем еті алағыз, дейіп, әм бір фикіргі келдік, Нашушы Былгар шырларына қараған язма істәліплеріне топлап қарай қалі, дейіп, әм бір китап етіп, шығарып қарай қалі, дейіп. Шының нәтижесінде мені шушынды бір жейін тап барлыққа келді. Башта біз ойлаған едік, шығышы білін, туымыршы білін, шушы жерліктәңіне бұлған астарларына алырға дейіп, әмі селеша-селеша шынды фикіргі келдік, Нашексіңінде Ибінфадланнан башыламысын, сәнке бұлғар дәулетіне келіп, аның еші үшін, шұнда еші, аның қалқының еші үшін үш көзілері білін көріп, әзған күшінің әлбәтті шетке көйу дұрыс болмасын еті екстін. Ибінфадланның әреселесінден башыланып кетің бұл әсәр, берді аның дәваметі яңа бір шығанақ Сулейман біні Дауд Сақсинінің зұхүрәт әр-Рияз деген әсәрі, зұхүрәт әр-Рияз, ол аның мүнді әсәрінің бұл ұқақында әлігіліктен әлбәтті мәңлуметі, әмі аның текстың тиішілі дәрежеде рус тіліне, яйсә татар тіліне тәржім әйтіп, ол үзі ғарапша текстің әйе, ғам аны бастырып шығарған қызметтілер болмады. Бұна шушы мәселінің есеп көу алып, Татарстан Фіндер Академиясы, Бұлғар Ислам Академиясы білін бірлікті, бұл әсәрінің тулу текстін әзірледі. Русша, Татарша, ғам ғарапша вариантларда, ол Бұлғар Академиясы тарапынан бұйыл бастырып шығарылыныр. Даат әйше әйре. Әш keep білге сеткең әйе болып дегіз, бұл пырат сеткең әшіп отырдір тәртінен білгісеткен үшін. Играет музыка. Ягни, дини тармашины, дини философии, дини философии, которые могут быть вовремя решения. В этом случае, когда мы говорим, что мы говорим, когда мы говорим, что мы говорим, что мы говорим, Мухаммад Саксини деген шагирының кишкенегіна бір текстын китрі, шегри эсэрин, ол Рамазан келуіне, Рамазан айын сәлемлеп язылған, кишкенегірмі илдан тұрған шегир бош лайок бірінші тапқыр фенни эйлэншке тәрдеметелі. Береде патстору үшін дебайтабыз енді тәржемесі хамшылық бақытта біздің шагиры біз Найл Ишмахаметовң ұрысшаға тәржемесі де бар, әдәбі літературның переведет. Хэм бұ китапны тәмімліңді әдәбіяті бұдан езіққашы қылғалің үссайы үсіп ұзәрінің айырын бір әлішіләрінің біріліңі. үшілларығыз бұл айырғыз Сюда включены наиболее характерные письменные литературные памятники этого периода. Это Иван Павлан, известный. Опять же, мы снабдили этот источник подробным научным вступлением, комментариями и некоторыми поправками перевода. Над этим источником работал наш специалист, уже Нурья Ахатовна Гараева, арабист, известный в Тарстане. И тоже самое написал вступительную очередь к Синии. Но я не буду называть, я скажу, что говорить о всем содержании, это у нас все это свободное мы выкладываем на сайте института. И в других тоже ресурсах будет выложено свободный доступ в формате PDF. Хочу сказать про два важных источника, которые публикуются впервые. В первую очередь, это произведение Зухрат Ар-Рияз Сулеймана Ибн Давуда Саксинии. Это произведение религиозное XII века. Красота садов и утешение заблудших душ. Этот источник был обнаружен в Турции. Рукопись достаточно объемная. Из этой рукописи отрывок мы даем в этой книге впервые и публикуем. Что касается полного издания источника, он тоже, мы надеемся, выйдет в этом году. Это совместный проект с Булгарской Исламской Академией. Он планируется издать его как многотонные, как трехтонные издания в переводе на русский, на татарский язык и фоксимиле. Это очень важный источник, который впервые публикуется и который в то же время говорит нам о некоторых реалиях Булгарского периода. Он называет определенные имена, персонали там называются. Это очень важно. И также считаем, что открытием этой книги является впервые упоминание поэта Мухаммада Ас-Сахсини. И отрывок, из которого мы тоже даем, и который также был обнаружен, это кусочек его стихотворения. Одно его стихотворение, посвященное месяцу Рамазану. Это очень важно. Это Булгарский период, это XII век. И здесь никаких вопросов нет. То есть мы еще добавок к Клу Долимы получили. Еще один источник. Да, это говорит опять же о том, что источники есть, надо их искать, надо их издавать, надо над ними работать, надо их вводить в научный оборот. Вот первый шаг в этом направлении сделал. Это вот эта книга, письменные источники периода Волжской Булгарии. Поздравляем.